Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Валерия. Сегодня будем готовить торт Черный лес. Для начинки нам понадобится 200 грамм сахара, 200 миллилитров воды и 400 грамм замороженной вишни. Смешиваем сахар и воду и ставим на огонь, доводим до кипения. Кипятим сироп пару минут. Заливаем замороженную вишню горячим сиропом. Это делается для того, чтобы вишня размораживалась в сиропе и оставалась такой же целенькой и красивой. Все, сейчас я залью сиропом и оставлю размораживаться в сиропе буквально на ночь. Хотя бы часа на три-четыре. Пусть это делается все медленно и спокойно. Ночь прошла, посмотрите, какие ягодки, как будто вот я их только что собрала, не сморщились, отлично выглядят, прекрасные на вкус. Сироп сладенький, ароматный. Конечно, сюда хорошо было бы добавить рюмочку кирша, такой вот вишневой водочки. Но мы делаем тортик для детей, поэтому не будем добавлять. Если у вас он есть, смело добавляйте рюмку. Для шоколадного бисквита нам понадобится 4 яйца, я их уже разделила на белки и желтки, 110 грамм сахара, 80 грамм муки, щепотка соли, 30 грамм какао и 30 грамм кукурузного крахмала. Если вы будете брать картофельный крахмал, там нужно пересчитать. 2 чайные ложки разрыхлителя, 75 миллилитров растительного масла и 85 миллилитров воды. В желтки добавляем часть сахара и взбиваем. В это же время я сейчас оставшийся сахар смешаю с белками и тоже буду взбивать уже в другом миксере. Добавляю щепотку соли в белки. Сначала взбиваем на медленной скорости, чтобы белковые нити растянулись. Добавляем сахар, увеличиваем скорость и взбиваем. Во взбитые желтки добавляем воду и продолжаем взбивать. Кстати, сейчас уже можно включить в духовку на 160 градусов, пусть греется. Убавляем скорость миксера и вливаем растительное масло, продолжая взбивать. Соединяем сухую смесь. В просеянную же муку просеиваем крахмал, какао и потом разрыхлитель. И все тщательно перемешиваем. Добавляем сухую смесь в желтки. Ну, желтки с водой, с маслом. И тщательно перемешиваем. Теперь в тесто добавляем белки. Друзья, посмотрите, как взбиты белки. Они должны быть вот просто максимально хорошо взбиты, но в то же время не перебиты. Вот такое облачко. Видите, какие они? Воздушные, легкие, невероятно. Вот. И сейчас аккуратно, складывающими движениями, будем смешивать белки с тестом. Так, чтобы вот эта воздушность сохранилась по максимуму. Вводим белки в тесто. Выкладываем тесто в форму. У меня форма 21 сантиметр. Я ничем не смазывала форму. Бисквит должен цепляться за стенки и подниматься. Ставим в духовку, как я уже говорила, на разогретую при температуре 160 градусов на час. Проверяем сухой палочкой. В середине бисквит должен получиться сухой. Вот такой бисквит получился шоколадный. Сейчас я его переверну на решетку, вверх ногами буду остужать. У меня еще благо место позволяет. А так я, честно, боялась, что он аж вылезет. Напомню, форма 21 сантиметр. Остужаем. Я разрезала бисквит на 3 коржа. И сейчас займусь сливками. Смешиваем сливки жирные 35% с 3 столовыми ложками сахарной пудры. И взбиваем. Вытаскиваем вишню. Ее можно откинуть на сито, чтобы стекла или на... Каким-то другим способом еще использовать. А сиропчик нам сейчас понадобится. Собственно говоря, вишня мне не очень нравится, когда она прям сухая, такая сильно сухая. Пусть будет сочный, бисквит как раз пропитает. Вот в такую крепкую пену взбила я сливки. У меня здесь 600 мл. Все пропорции будут внизу под описанием. Пропитываем корж с сиропом. Я так хочу прям обильненько пропитать. Нижний. Верхний, наверное, поменьше. Отсаживаем взбитые сливки. Такой вот толстыми кругами. Раз. Два. И три. А теперь в промежутке закладываем вишню. И так повторяем со всеми коржами. Мне кажется, даже я бы немножко побольше сливок добавила. Вот так. Но это я когда уложу, тогда добавлю. Бока торта обмазываем тоже взбитыми сливками. Вообще, тут, конечно, такой прям диетический, в кавычках, получился тортик. Но все равно очень вкусно. Я надеюсь. Верх я тоже украсила, вернее, выровняла сливками. Единственное, что я вам скажу, корж очень нежный и рыхлый. Вот если приглядеться, то видно вкрапления такие коричневые. Это как раз-таки чуть-чуть крошечки попадают. Я думала, что ничего страшного. Что-то я много так этих лазочек надела. Я хочу, не знаю, сделаю или нет завтра уже, потому что торту надо дать постоять. Хочу вот прям вишенки вот так вот положить. Но это уже, наверное, перед самой подачей нужно делать. Потому что сейчас выберу какую-нибудь посимпатичнее вишенку. Вот так вот. Но видите, как она красит? Я сейчас уберу, конечно, эту розочку. Поэтому я не думаю, что нужно оставить сразу. Вернее, что это нужно делать сразу. Это нужно оставить и сделать вот буквально перед подачей. Раз, раз, раз и все. Друзья, посмотрите, какой получился высоченный торт-то. Очень даже супер. Состав продуктов не очень сложный, не замороченный. Готовить легко. Оставляем завтра, завтра, до завтра. Завтра разрежем и посмотрим, что получилось. Вот такой торт у нас получился. Высоченный, красивущий. Посмотрите, какой классный. Я чуть-чуть его декорировала шоколадом сверху. Ну, вот это такая вот стружечка шоколадная. И вишенки. Вишенки те же самые, которые мы размораживали в сиропе. Разрезаем, пробуем. Друзья, режется как по маслу. Ай-ай. Вот насколько нежные. Это вишенка у меня. Кусочки. Что прям. Обалдеть. Сейчас уберу то, что я разломала. И покажу вам, что получилось. Посмотрите, какая красота видного. Торт получился невероятно нежным. Воздушные коржи. Вот просто они все такие ноздреватые. Такие какие-то вот прям пористые. Вишенки вот эти целые. Сочные, ароматные. И, конечно же, взбитые сливки, которые невероятно хорошо сочетаются с шоколадом. Просто бомба. Ребята, дорогие друзья, у меня слов нет, одни эмоции. Это очень вкусно, невероятно вкусно. Легко и просто готовится. Я очень давно хотела приготовить этот торт, но все время мне казалось, что это сложно. Неправда. Все легко, просто и волшебно. Ну все. С вами была Другая Кухня и я, Валерия. Будем готовить еще много всего вкусного. Не переключайтесь. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok